Ваигаш и подошел, это Берешит 44 глава, с 18 стиха по 47 главу, 27 стих и Ехескель, автора, 37 глава, с 15 стиха по 28 стих. Ваигаш и подошел Егуда к ним и сказал, позволь господин мой сказать работовому слову в уши господина моего, и до него, говорится, гнев твой, нарабатывай его, ибо ты тоже, что и фараон. Это очень интересно, видите, Ва-йомер-би и сказал, что в себе, как бы в себе, в себе, господин Адони, да, еда-бер-на, еда-бер-на, на, когда мы употребляем, это говорится об очень такой слезной просьбе, да, и так, позволь сказать тебе, пожалуйста, да, а в дыхах кому сказать, рабу твоему, видите, как бы, от каждой из ступенек, это идет ступенька куда? Вниз. И вот на сколько ступенек опускался, да, человек, но Бог его поднимает, потом вверх. Если кто-то поднимается вверх, то что он делает? Потом Бог его опустит, да. Итак, да, опустит, опустит. Опущенные, да. Педагогически опущенные есть тут у нас люди. Здесь. Хорошо. Значит, позволь, господин мой, да, сказать, рабу твоему. Дальше. Значит, бе-азны, давар, слово. Бе-азны, Адони, опять, в уши какого моего господина. Ве-аль-ихар, а-пеха. И, да, не возгорится, пеха. Пеха – это гнев. Гнев. Да, бе-ав-деха. На раба, опять. Твоего. Ки-ха-моха-ке-фаро. Кто подобен? Ки-ха-моха-адонай, да. И потому что ты такой же подобный, как фараону. Адони шааль. Эт-авадав леймор. Ха-ей лахэм. Ау-а-ах. Господин мой спрашивал рабов твоих, есть ли у вас отец или брат. Вот, помните? И что он сказал? От авину хай. И эти слова, да? Слова нашей песни, да? Еще отец наш жив. От авину хай. Вот. И, кстати, есть, значит, гимн Польши, который тоже был написан евреем. Я еще польска не изменяла, да? Еще не умирала Украина. Некоторые говорят, в Украине еще не умирала, но не все не умирала. Вообще, я вам бы сказал, хотел бы я все-таки нашу Украину переименовать. Такая мысль у меня. Нет, на Русь. Потому что все-таки насыщенное название Украины, это все-таки Русь. Если мы где-то живем у края, и если мы в Гимне радуемся, что что-то там у нас еще не умерло, остальное все уже умерло, а это еще не умерло. Понимаете? Что мы исповедуем, то мы и получаем. Русь Киевская. Это было относительно, потому что у края дзикого поля. Не только Московия, но и Польши. А слово Малороссия тоже вообще оскорбительное. Но все-таки вы знаете, что Русь, да? Мы и есть Русь. Ну, Москва тоже Русь, но они так. Да, вот они как раз украина. Подношения Киева. Ну, ладно, хорошо. Итак, видите, мы можем видеть несколько уроков, да, из этой главы. Вообще, следующая лоза, это, так сказать, вторая часть мармезонского балета. Правда? И здесь уже выступает Игуда как защитник. Вот интересно, что Игуда выступает как защитник, как адвокат. Да? И лев из колена Иуды, кто? Ишуа тоже наш защитник и адвокат. Итак, Ваегаш подошел. Спектакль режиссером и сценаристом, который стал Иосиф, продолжается. Медраж рассказывает. В этот час Иосиф разбирал судебные дела при дворе фараона. Но на этот раз он остался дома, чтобы не позорить своих братьев публично. Как вы могли так поступить, недоумел Иосиф? Разве вы не понимаете, что я все равно узнаю, кто украл мой кубок? На что вы надеетесь? На то, что потерял кубок, я не смогу узнать, где он. Я даже знаю, почему Бенемин украл его. Он хотел с помощью кубка узнать, где находится его пропавший брат. Игуда ответил. Что мы теперь можем сказать нашему господину? Как можем оправдаться? Деньги, которые мы нашли в наших сумках, делал рук твоих. Ты подложил их. То, что происходит сейчас, тоже построено того. Мы не виновны к краже кубка. Но мы получаем наказание от Гошема за тяжкий грех, совершенный нами много лет назад. То есть он понимал, что так, как эти деньги были подложены, то аналогично и кубок подложен. Но доказать он ничего не мог. И видите, он не качает права. А как права на иврите вы знаете? А если вы не знаете, потом меня спросите. Как будет права на иврите, так он не качает права как раз. А что говорит? Нас нечем оправдаться. Нам нечем оправдаться. То есть он полностью сдается перед своим братом. И он понимает, что если он даже не виновен в краже кубка, то все равно они виновны в чем-то, да? В чем-то. В чем-то. Каждый у нас в чем-то виноват. Хорошо. И как мы можем оправдаться, правда? Мы не можем никак оправдаться. И Иуда сам решил продать свое рабство для того, чтобы выкупить своего брата. Иуда, вы помните? И поэтому говорят, вот Иуды какие все продажные. Он предложил продать своего брата. Но в данном случае Иуда сам согласен стать заложником, сам согласен продать себя в рабство для того, чтобы был его брат свободен. Я отнюдь не собираюсь сделать вас с рабами, сказал Иосиф. Лишь тот человек, в чьем мешке будет найден кубок, станет моим рабом. Остальные могут возвратиться с миром к отцу. И Иосиф был некогда продан за 20 серебряных монет. А еще за сколько? 30, да. Ведь он был продан за серебро. И искупление за этот рек пришло с помощью серебряного кубка. 20 серебряных монет и 30 серебряных шекелей. Сколько стоит наше спасение? Правда? Или ничего, или самую высшую цену, которую можем себе представить. Услышав суровое заключение суда Иосифа, братья отступили в сторону. И лишь Иуда остался стоять на месте. Ашем подверг Иуду самым большим мучениям, потому что именно он предложил продать Иосифа. Братья всегда прислушивались к его мнению и подчинялись ему. И теперь он искупал свою вину. Ну, не только искупал свою вину, но понимаете, в чем говорится, когда искупление вину? Плата, да? Плата. Мы можем быть прощены, но, скажите, последствия нашего греха остаются. Да, поэтому очень часто мы можем видеть, Бог говорит, я прощаю вас. Почему-то потом ходят 40 лет в пустыне, и все померли. Вот так их просил Бог, что они все померли, да? Никто не дожил до пенсионного возраста. Вот партия пенсионеров Украины сейчас уже где-то около 20 миллионов человек, да? А партия пенсионеров Израиля было всего два человека. Правда? Если 600 тысяч сейчас обрались бы по 10 долларов, и уже можно было бы неплохо жить. Хорошо. Давайте поговорим немножко о характере Иосифа. Потому что Иосиф для нас очень важен. Ибо Иосиф – это как бы прообраз Мессии Ишуа. Согласны с этим? Итак, Иосиф – пророк. Пророк, он назван в Торе как Хозе, провидец, подобно пророку Самумилу. Но еще у него есть название Сновидец. Бааль Халамот. Хозяин снов. Хозяин снов. Халом – это так же, как вот английское слово dream, да? Означает одновременно и сон, и мечту. Поэтому если говорит, что какой-то пророк рассказывает свой сон как сон, да, рассказывает свою мечту как мечту. И тот, и тот перевод абсолютно правильный. Но мы видим, что он был хозяин мечтаний, можно сказать. Вот так же, как Данила, Бог назвал муж желаний, правда? А он был хозяин мечтаний. И какие у него мечты были? Ну, все-таки эгоистические мечты, правда? Если ты о чем-то думаешь, оно тебе прояснится. Или если ты чего-то боишься, особенно оно тоже тебе прояснится, правда? Но, с другой стороны, это были и пророческие сны, и не только в отношении самого Иосифа, да? И в отношении Ишо, Мессии, да, и всей еврейской семьи. И в начале он начал, получив такие пророчества, превозноситься. И мы видим, что тот, кто превозносится сам, тот падает в яму, да? И одна маленькая птичка сказала, лично я не полечу на юг, я полечу прямо на солнце. Она полетела вверх и упала на самое глубокое дно самого глубокого ущелья. Мораль такова, как бы высоко ты ни летал, никогда не отрывайся от заповедей Торы. Правда? Поэтому он упал на самое дно, с самой глубокой ямой, и в прямом, и в переносном смысле. Но важно не начало, а конец. И это второй урок жизни Иосифа. Итак, первый урок какой? Что тот, кто поднимается, да, того Бог опускает. Тот, кто опускается, что того Бог поднимает. Второй, это важно не начало, а конец. Вы знаете, что даже евреи не празднуют дни рождения. Вот эта традиция прошла нееврею, может, хорошая, нехорошая, не будем сейчас об этом судить. Но все евреи, как и все японцы, в один день становятся на год старше. И есть по одному поводу песня. Вот и стали мы на год взросли, тарам, тарарам. Дороже, что нам мы гуляли, гоняли голубей, а после сухот мы кого-то там пустим в полет. Все еврейские песни, они сущие евреи, еврейские мысли, они прямо сквозят. Они прямо сквозят. Вот вы думаете, почему Ешуа, да? Почему Ешуа делал, делал свой этот самый бармитсу не в 13 лет, а в 12 лет? Ешуа, да, написано, что было ему 12 лет, но он пошел в Иерусалим. А вы знаете, что в Иерусалиме, да, на празднике Шалаш-Аль-Галим, и сейчас есть эта такая традиция. Возле, сейчас тогда это было возле храма, да, были специальные места для обучения. А сейчас это где? Возле стены плаща, да? И вы можете посмотреть, что на эти праздники делается. Бармитсу, да? И бармитсу когда делается? Да? Бармитсу делается в возрасте 13 лет. Батмитсу тогда еще не проводили. Это Батмитсу 12 лет дает. А почему же написано, что в 12 лет это с ним произошло? А кто писал? Лука. Вот отсюда мы видим, отсюда мы видим, что Ешуа не родился на Рождество. Он где-то родился до праздника Рожа-Шана. Потому что это, скорее всего, было где-то на Сухот. Да? И после Рожа-Шана Ешуа было 13 лет. А Лука пишет, что это было 12. Потому что он пишет для кого? С точки зрения греков. То есть, если бы он родился после Рожа-Шана, то проблем не было. А так он родился до Рожа-Шана, значит, говорят, что он на Песах, может быть, перед праздником Рожа-Шана. Да, родился, трудно сказать, но точно можем сказать, что если еврейская традиция, то это он не родился на вот этот день, который считает Рождеством. Правда? Хорошо. Итак. Значит, Йосиф видит странные сны и сразу начинает рассказывать об этом. Да? И они думают, о, смотрите, да, какой я хороший. А они думают, ну-ну, посмотрим, кто будет плакать. Вот, мать Ешуа Мирьям, когда получила пророчество, она же не говорила всем, смотрите, у меня растет будущий мессия. Правда? Его старались спрятать для того, чтобы никто об этом не узнал. И все эти пророчества она хранила где? В сердце своем. В сердце своем. То есть, главное сохранить до конца. Многие начинали очень хорошо и попадали в ад, да? И многие начинали плохо и попадали в царство Божье. Главное не начало, а конец. Йосиф начинал с того, видите, что он дебо доносил клевету на братья своих. И это было злоязычие. То же самое, что убийство приравнивается, да? Видите, когда он доносил эту дебо, он подобен тому, кто назван Авди-ба. Отцом что? Жи и клеветы, да? Дьяволом. Деболом. Хорошо. Третий урок. Это урок страдания. Урок страдания. Несмотря на то, что он был один и единственный. Да, один и единственный, один-одинешник еврей во всем Египте. И то все знали, что он еврей. Да? Сколько там было еще евреев в Египте? Ну, посчитайте. Этот самый еврей. Уже про евреев тогда знали и слышали. Да, да, да. Через все страдания он прошел и пронес. И он не скрывал это. Мне вспоминается, что мой сын, когда пошел в армию, то он тоже не скрывал, что он еврей, и не скрывал, что он верующий. Вот. И были с ним разные интересные вещи. Ну, дело в том, что, когда он пошел в армию, перед этим, как раз в этой части, была страшная дедовщина. Ну, буквально за несколько месяцев до этого там навели большой шорох. И дедовщины в этой части не было. Потом, когда все смотрели, вообще говорили, ну, где-то у тебя, наверное, такая большая, мохнатая лапа, да. Потому что хотели его какие-то другие части брать, а его в части спасателей, да, Министерства надвечайных ситуаций. Вот. И в самом конце они там начали работать там на кирпичном заводе, да, на стройке, да, они на стройке начали работать. Ну, и говорит, я говорю, да, значит, я вам пишу тоже, да, значит, начали работать на стройке, значит, будет скорый выход из Египта. Вот. И этот офицер, ну, только Кавалитин Романович рассказывал, да, что он назначил. Вот так у них на этом объекте Стас оказался старшим и тоже заведовал всем этим, да, что там было. Но на него, его клялись убить, потому что он тоже, его клялись убить, эти вот, когда был Дембель. Но получилось так, что их всех демобилизовали раньше, и они разъехались по домам. А он демобилизовался там, по-моему, на месяц, или на два месяца позже, почти перед Новым годом приехал. Удивительные, да. Мы просили, чтобы были какие-то верующие, а у него оказалось, что там целая группа офицеров-пятидесятников. И он оказался в этой группе. То есть удивительнейшие чудеса, да? Поэтому я вам скажу, что если вы боитесь испытаний в армии, не надо бояться, если вы действительно с Богом. А если даже у вас и будут испытания, если даже, может быть, и смерть будет, то все равно это для славы Божьей. Вот единственный еврей в Египте, и весь Египет, и весь дворец фараона знал, что это евреи. Да. Итак, уроки страдания. Есть такое выражение. Там, где нет людей, должен оставаться человеком. Это из Перкей Авот, учения отцов. И действительно, Иосиф, там, где нет людей, оставался человеком. В стране, где процветало язычество, да, он оставался единственным верующим Гашеа. Следующий урок Иосифа. Умение прощать. Вы уже говорили, что Иосиф, да, он известен как Гацадик, праведник, но и это человек, который символизирует прощение. Видите, интересно, что Менаши, он назвал что? То, что прощенное. То есть, это была как бы попытка замазать свои язвы калисметическим кремом. Но по-настоящему он простил своих братьев намного позже. И, хотя он придумал и каверзы, да, но в действительности все эти, которые происходили, события, они были предотвратены Богом для правильной чувы. Поэтому следующий у нас урок это правильная чува. Да? Правильная чува. В Тегелим 119.71 119.71 у нас, по-моему, 118-й псалом. Счастье мое, что страдал я ради того, чтобы научиться законам твоим. Итак, счастье мое, что страдал я. Счастье мое, что страдал я. Что страдание? Это что? Счастье оказывается. Я даю еврейское. Тегелим 119 дробь 71. У вас это 118, может быть, номера со стихов чуть-чуть меняться. Да? Как? Видите, может быть, счастьем страдание оказывается, может быть, счастьем страдание. И чува выражается следующее. Первое, мы говорили, это искреннее сожаление о грехе, не просто страх перед наказанием, да? Искреннее сожаление о грехе, которое идет от сердца. Второе, это решение не грешить, да? Третье, это, собственно, процесс покаяния, исповедания. Исповедание, как называется? Видуй. Видуй. И А? Ну, по молитве вы точно будете, видуй. Видуй. А вы что же? А, у вас я вам на емкий пур еще тест не давал. Дам, дам. Да, видуй, видите? Видуй, это такой же корень, как вада, вот сухое русло реки, которое наполняется дождем. В пустыне, когда начинается дождь и потоком дождя напоминается, наполняется. Затем, что у нас? Обязательно возмещение причиненного ущерба, что часто христиане опускают. Да, мы часто думаем, что достаточно Иисусу исповедоваться, да, но мы обязаны возместить ущерб. Если мы не можем возместить этому человеку ущерб, мы должны возместить этот ущерб родственникам человека. Если мы не можем возместить родственникам ущерб, да, что мы должны? Раздать бедным, да, или передать куда-то на общественные нужды. Ну, милость Божья велика, да? Но если мы имеем такую возможность и не делаем, то нам грех, правда? Хорошо. И последнее, если вновь оказываешься в подобной ситуации, не повторять грех. То есть, братья вновь оказались в такой ситуации, что они могли бы оставить брата в тюрьме, правда? Но они сыной своей жизни готовы были все сделать, чтобы спасти своего брата. Поэтому это кульминация боли и раскаяния, когда Игуда говорит, что сказать господину моему? Медраж говорит так, что сказать господину моему о деньгах, найденных в наших мешках в первый раз, что говорить нам о деньгах, найденных в наших мешках в второй раз, и чем нам оправдаться кражей кубка? Дальше. Что сказать господину нашему об истории Тамар? Что говорить нам о поступке Эрювена? И чем оправдаться уничтожению шхема? Видите, первое, как бы три уровня покаяния, да? Вот когда вас вызывают начальники, вы, правда, все думаете, что он вас может доказать? Или себя расслабленно идете, а? Всегда думаете, да? И находите даже то, о чем забыли. И вот первый уровень, это был связан с событиями, которые происходили непосредственно, да? Второй уровень с событиями, о которых Иосиф не мог знать. Он не мог знать ни о Тамар, да? Ни о других событиях. Но они были, участвовали в этом? Игуда участвовал, я вам говорил, да? Значит, что говорит нам о поступке Эрювена? А что сделал Эрювен? Да, Айву таскал, таскал своей мамочке Айву, а даже сам, видно, покушал из какой-то из служанок, да? Вот, видимо, переспал или не переспал, но, по крайней мере, вошел в шатер, да? То есть, имел такое намерение. Не будем думать о людях хуже, чем мы можем думать, но намерение у него такое было. По крайней мере, отец об этом как-то узнал, правда? Вот, Эрювен, можно сказать, первый рыцарь, решенный наследственно за проступок. Хорошо. Что говорить нам и чем оправдаться? Это по поводу, значит, шхема, да? Уничтожение шхема. Кто виноват был уничтожением шхема? Да. Видите, второй и третий, только четвертого брату первенства досталось. Дальше. Что сказать господину моему? Что нам сказать о Иосифе, нашему отцу стране Кнаан? Что говорить нам о Шимане, который был заложником, да? И чем нам оправдаться по поводу Бенимина? И таким образом, эти три вопроса включают в себя в общей сложности девять грехов. Из них, которые три были явно, да, испровоцированы, но все девять грехов. И вот видите, когда покаяние полное, когда есть три уровня, да, грехи, о которых известно, да, грехи, о которых может быть известно, и грехи, о которых что? Все неизвестно никому, да, но они в моем сердце. Вот это три уровня. Три уровня покаяния. И только тогда, вместо слова «виновен», мы можем услышать слова «я брат ваш». Следующий урок, который учит нас, да, это «мудрый правитель». Именно страдание и верность Богу делает Иосифа мудрым правителем. И помните, что мы говорили, что Иосиф не устраивает каких-то социальных революций. То, что он делает, это кажется даже жестоким порой, да? Но вы смотрите, вместо хаоса экономического, все-таки удается сохранить и Египет, и сохранить, в первую очередь, что нас интересует, это сова, семья Иосифа. Правда? Из которой и мы произошли. Дальше. Иосиф миротворец. Вот. Иосиф, он не только прощает братьев, но говорит им, как кот Леопольд из известного мультика. «Ребята, давайте жить дружно», да? И отпустил братьев своих, и они пошли. И сказал им, не ссорьтесь по дороге. Это 45 глава, 24 стих. То есть, опять-таки, во-первых, братья могли бы выяснять, начать, как, кто виноват, да? А во-вторых, они попытались бы установить справедливость. Скажите, справедливость ли нужно нам устанавливать? Боже, храни нас от справедливости Твоей. Боже, дай нам Твою милость. Правда? Поэтому, когда мы сами начинаем судить, кто виноват, и сами начинаем устанавливать справедливость, то мы становимся сами судимы. А кто должен судить? И не всегда старайтесь узнать правду. Иногда лучше правды не знать. Правда? В особенности в отношении между людьми. Так что думайте и решайте. Главное – установить шалом. Вы помните, я говорю, шалом – это гармония. Это не просто, да, мир, когда не бьют друг другу по голове. Но это полная гармония отношений. Поэтому сказано – к миру, к миру стремись, да? К миру, к миру стремись. Ле шалом, шалом таарох. Когда говорится – стремись. Как лань стремится к потокам воды, так мое сердце стремится к Господу. Тут говорится вот такое стремление. Пусть, как вода течет, суд и правда, как сильный поток. То есть суд должен течь, как волна на берег, как теплый, благодарный дождик, а не как смывающий почву поток. А вот цдака – к нахаль. Нахаль – это что? Русло реки, да? А сюда менагель – начальник управляющий. И здесь уже говорится, что цдака не имеет границ. И может течь, да? К нахаль. Правдой можно убить человека. А цдака – оживляющая. Милость, да? Поэтому, когда говорится правда, видите, цдака употребляется. И эмет – истина. Истина. Хорошо. Йосиф – спаситель своего народа. Следующий подзаголовок уроки Йосифа. Он – Машех и Гоэль. Йосиф – Машех и Гоэль. Кто такой Машех? Помазанник. Мессия, да? И мы говорили, что Мессия выполняет роль кого? Гоэля – спасителя. Гоэль – это тот человек, который выкупает родственников из плена. Поэтому это очень важно. А Машех – по-гречески Христос. Помазанник. Скажите, он был помазан на царство? Да, Йосифа помазали. А что же? Когда его представили перед фараоном, да? Его одели в царские одежды, его помазали. То есть, он был помазанником, да? И он был Гоэль – избывитель. Можете поставить такую линию, да? Слева у нас будет Йосиф, справа – Иешуа. Итак, значение имени прежде всего. Йосиф – это что? Прибавление. Помните, мы говорили? Это чужого можно сделать сыном. Йошуа – спаситель. Спаситель. Хорошо. А как Йошуа в миру назывался? Бен Йосиф. Сын Йосифа. Да? Ничего случайного. Ничего случайного в мире нет. А еще он назывался Бен Давид. Потому что потомок Давида. Бен – они обязательно означают сын в прямом линии. Это может быть потомок. Это может быть духовный сын, например. Да? Вот Бней Барак. Мы же говорим, что это сыновья Барака. Или Бней Акива. Египетское имя Йосифа. Да? Означает, примерно, божество, дарующее жизнь. Или Логос. Причем Анг – это не только жизнь. Анг, помните, мы говорили, это крест. Абд-Анг. Помните, Абд-Анг. Фамилия Богдана Хмельницкого, да? Раб креста. Анг – это крест. Это символ жизни. Анг – египетский крест. Это символ жизни. Может быть, и Зиновьев Хмельницкого тоже была предоставлена другая участь в плане Божьем. Правда? Каждый выбирает своего. И Ешуа – тоже Логос. Если это божество и слово, дарующее жизнь, имя Йосифа, которое дали в Египте, то Ешуа – это Логос. Слово стало плотью и обитало с нами. Иероглиф Анг имеет вид креста. Вообще-то это чаще оккультный символ. Вы, может быть, видели такой крест, да? Анг. Хэх такое. Хэх такое. Анг. Анг. Хэх буква. Да. И означает, иероглиф – это птица, так и человек одновременно. То есть, означает небесный человек. Может так даваться. Небесный человек. И Ешуа, когда был распят на кресте, да? Пришедший с неба и распятый на кресте. И также означает жизнь. Крест Ешуа был не только стойкой к казни, но и место, где было совершено искупление, дарующее нам вечную жизнь. Если говорить о рождении, был Иосиф первенцем у своей матери? Да. Да. А Ешуа у своей матери был первенцем? Да. Так, был любимым сыном своего отца? Ешуа? Любимый сын своего отца, единородный, да? Хорошо. Родословие Якова, 17 лет, Иосиф пас братьями своими мелкий скот. Значит, был пастырем Иосиф. Ешуа как себя называл? Пастырь, пастырь добрый, правда. Отношения с братьями, да? Сказал Исраиле Иосифу, братья твои пасут в шхеме, иди, посылая тебя к ним. Он сказал ему, вот я. И он сказал ему, пойди, пожалуйста. А когда мы смотрим в послание к евреям, да? Вот я пришел, чтобы выполнить волю твою, говорит Ешуа. Правда? Это евреям, 10 глава, с 5 по 7 стих. Вышел из дома отца своего к своим братьям. А Ешуа? Правда? Братья отвергли Иосифа. А что с Ешуа было? Пришел к братьям своим, да? Да. Но, несмотря на это, Ешу продолжал любить братьев. И Ешуа тоже. Кстати, интересно, что имена некоторых братьев. Леби, Игуда, Шимон аналогичны. Именам апостолу. Правда? Леби и Матфеи. Игуда аж двое было. И Шимон был тоже, который Петр, да? Вот. Хорошо. Братья оказались на суде Иосифа и были судимы им. И все мы предстанем перед судом. Кого? Ешуа. Да? Римлянам, 10 глава, 10 стих. Иосиф испытывал своих братьев. А мы? Ешуа испытывает нас? Да. Иосиф простил своих братьев. Ешуа прощал своих палачей. Иосиф призывал братьев к миру. Да. А Ешуа? Да? К миру и к любви. Вы будете, все будут знать, как вы имеете мир между собой. Да? И тогда узнаете, что вы мои ученики. Хорошо. Относительно испытаний. Иосиф шел из дома отца братьев. И вместо братской встречи был избит и брошен в яму. Да? Ешуа. Иоанна, 1, 11. Пришел к своим, и свои его не приняли. Братья Иосифа после овец. А фарисеи, к которым обращался Ешуа, кто они были? Пастыри Израиля. Правда? Иосифу отец подарил другие одежды. А Ешуа, помните? Он имел одежды праведности, белые одежды. Да? И еще во время казни он имел царские одежды. Да? Которые потом с него сорвали. Хорошо. Братья сорвали одежды Иосифа. Иосифу тоже случилось это. Разорвали одежды Иосифа. С Ешуа тоже. Одежды были залиты кровью Агнца. Козленков у Ешуа. А у Ешуа, кто Агнцем был? Сам Ешуа и его кровь и были залиты. Хорошо. Избили? Избили. И того, и другого. Хорошо. И сказали ему братья. Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И еще больше возненавидели за его сны. Так? За что они его ненавидели? Что ты царь, да? И какая была написана вина? Ешуа. Царь иудейский. Да? Хорошо. Братья бросили Иосифа в сухой колодец. Со змеями-скорпионами. Ишуа сошел на эту землю. Да? И мы тут были, как змеи-скорпионы вокруг него. И еще говорят, что он сошел в слий-споднюю. Правда? Потом вернулся оттуда. Хорошо. Но змеи ему не сделали ничего плохого. А Ешуа могли что-то змеи сделать. Тоже ничего не сделали. Правда? Продали первого за 20, второго за 30 серебряников. Ну, инфляция, понятное дело. Ну, за тысячи и полторы лет. Нет, больше даже, чем. За три с половиной тысячи где-то лет инфляция. Да. Очень незначительно. Чтобы у нас так цены на рынке менялись. Да, имя продавшего и первого, и второго продавшего и гуда было. Хорошо. Иосиф известен как цадик-праведник. И истинный цадик – это Ишуа-мессия. Иосиф подвергался испытаниями и все выдержал. Тоже можно сказать и о Ишуа. Да? Ишуа оставался верным отцу в самых трудных испытаниях. А Иосиф помнил постоянно об отце своем. Да? Хорошо. И тот, и другой были несправедливо осуждены. В темнице Иосиф проявлял заботу о людях, которые сидели с ним. Утешал, разгадывал сны. Еще есть сведения, что он был хорошим врачом. В земной жизни Ишуа тоже проявлял заботу о людях. То есть утешал, исцелял, да? Пророчествовал. Хорошо. И в конечном счете испытания и первого, и второго привели к спасению людей. Спасению людей. Хорошо. И Иосиф был благословением в доме господина своего. А Ишуа благословение для всех нас. Хорошо. И Иосиф спас от голодной смерти евреев. Хотя и не евреев тоже дал им хлеб жизни. А Ишуа, да? Всех нас спас. И он сам есть живой хлеб жизни. Здесь у меня еще есть очень много. Таблица такая весьма обширная. Параллели. Хорошо. Вот. Видите? Когда везли Иосифа, в русской канонической Библии написано, велел ввести его на второе своих колесниц и проразглашать перед ним, преклоняйтесь, и поставил его над всей землей египетской. То есть, Иосиф принимал поклонение, подобно живому воплощению бога, фараону. Вот мог бы кто-то в этот момент сказать, что тот, кто видел Иосифа, он видел, что фараона, да? А Ишуа явил своего отца миру, да? Хорошо. Есть много по этому поводу параллелей. Так. Мы говорили о правильной джуве. И есть еще интересные вещи, которые свидетельствуют, что был такой в действительности. Человек, который известен под именем Имхотеп. Имхотеп. И это был реальный человек. И это был удивительный человек, которого можно было назвать Леонардо да Винчи древнего Египта. Он жил во время правления фараона Джосера, Третьей династии. И из-за своих медицинских навыков среди египтян имел репутацию, подобную Асклепеса. То есть, реческого бога медицины. И даже в свое время был, ну как сказать, канонизирован. Канонизирован. И сохранились интересные мудрые высказывания. Мудрые высказывания Имхотепа или Птахотепа. Смотрите. Имхотеп. Высказывание. Не гордись своими знаниями. Притчи 3.1. Не будь мудрецом в глазах своих. Но почитай Господа. Имхотеп говорил. Не строй планов на завтра, так как не знаешь, что будет. Притчи 27.1. Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что пронесет тебе этот день. То есть, Имхотеп жил почти за тысячу лет до Давида и Соломона. Представляете? И такие вещи были сказаны. Имхотеп. Если ты хочешь иметь друга, не справляйся о нем у других, но обратись к нему напрямую и имей дело с ним одним. Притчи говорят. Если у тебя законная тяжба с соседом, постарайся решить ее между собой и не выдавай тайны другого. Имхотеп говорил. Если ты человек доверия, посланного одним большим человеком к другому, твердо прощерживаешься сущности того, для чего ты был послан, передавая это сообщение, как он сказал и сам. И притчи, как прохлада снега во время жатвы, так и преданной посыльной для посылающего его. Имхотеп говорил. Научи превосходящего тому, что является полезным для него. Притчи говорят. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. И если бы, не видишь, этот папирус написан за много до того, как мудр премудрости Соломона, да, и притчи Соломона, то мы подумали, наверное, что здесь говорится о каких-то еврейских штучках. Правда? Так что, он не только лечил, не только был великим экономистом, политиком, но также и учил людей Торы. Хорошо. И привел последний Иосиф Якова, отца своего, и представил его фараону. И благословил Якова фараона. Удивительнейшая вещь. Иаков, какой-то мужик со степей, бородатый, небрытый и благословляет фараона. Да, помните? И благословил. То есть, это благословение оказалось очень важным. Вы знаете, что интересно? Когда Николай Второй приезжал в Крым, то он приводил своего сына под благословение Верховного Аравина этих караимов. Вы знаете, что вообще Артек, вот сейчас много об Артеке говорят. Он был построен на деньги одной женщины, богатой караимки, меценатки, с тем условием, чтобы там лечились дети, и причем половина этих детей была нееврейская. Видите, удивительнейшие вещи, удивительнейшие благословения. Даже о Петре Первом известно, что он как-то заходил в Синогову, может быть, даже неоднократно заходил в Синогову по случаю чтения Торы. В котором евреи всегда были благословением странам и царям, которые в этих странах были, и в особенности тем царям, которые благосклонно относились к евреям. Первым мы таким евреем, который был благословением для целой страны, был Иосиф. Хорошо, делаем перерыв.